напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали чей голос звучал по всесоюзному ради оповещая о начале великой отечественной войны в полдень 22 июня 1941 года с обращением к гражданам советского союза выступил вячеслав михайлович молотов заместитель председателя совнаркома ссср член политбюро цк он официально сообщил советскому народу о нападении нацистской германии на советский союз и объявил о начале отечественной войны против агрессора последующие сводки о боевых действиях на фронтах читал диктор юрий борисович левитан его голос стал голосом советского информбюро а в честь победы в какой битве был дан первый салют в москве первый салют победы прогремел в москве 5 августа 1943 года в честь освобождения орла и белгорода войсками западного брянского центрального воронежского и степного фронтов в тот день салют был произведен 12 залпами из 124 орудий он стал первым в череде 354 победных салютов окрасивших небо москвы в годы великой отечественной войны в честь освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков битва на курской дуге стала одним из переломных этапов великой отечественной и второй мировой войны а теперь вопрос от подписчика нашего канала какому из этих городов дмитрий шостакович посвятил свою седьмую симфонию музыкальный памятник героической борьбе народа против фашизма седьмая симфония дмитрий шостаковича называемая ленинградская по праву является не только одним из важнейших художественных произведений отечественной культуры 20 века но и музыкальным символом блокады ленинграда 9 августа 1942 года в переполненном зале ленинградской филармонии состоялось исполнение седьмой симфонии 80 минут пока звучала музыка орудия врага безмолвствовали ее слышали не только жители города но и осаждавший ленинград немецкие войска новое произведение шостаковича потрясло слушателей вселила уверенность и придало силы защитникам города а какие войска участвовали в открытии второго фронта в европе в 1944 году 6 июня 1944 года американские британские и канадские войска под командованием генерала эйзенхауэра начали высадку в нормандии северная франция обычно это называют открытием второго фронта в европе к концу июля союзники заняли плацдарм шириной около 100 километров и до 50 километров в глубину 25 июля союзники перешли в наступление нанося главный удар из района сен-бо 7 августа немцы попытались нанести контрудар с целью отрезать от вас снабжение прорвавшиеся в британь американские части однако он не имел успеха а когда было водружено знамя победы над рейхстагом в берлине в 1945 году штурмовой флаг 150 ордена кутузова второй степени и дритской стрелковой дивизии водруженный около трех часов утра 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе берлине военнослужащими красной армии алексеем берестом михаилом егоровым и милитоном кантария по льду какого озера проходила дорога жизни проложенная для снабжения блокадного ленинграда дорога жизни во время великой отечественной войны единственная транспортная магистраль через ладожское озеро в периоды навигации связь была по воде зимой по льду связывала с 12 сентября 1941 года по март 1943 года блокадный ленинград со страной автодорога проложенная по льду также называлась ледовой дорогой жизни официально военно-автомобильная дорога номер 101 28 июля 1942 года сталин издал знаменитый приказ номер 227 о чем говорилось в этом приказе народного комиссара обороны ссср от 28 июля номер 227 сокращенно ни шагу назад это приказ вводивший штрафные батальоны в составе фронтов и штрафные роты в составе армии а также заградительные отряды в составе армии издан 28 июля 1942 года после поражения красной армии под харьковом в мае 1942 года и оставление ростова на дано 24 июля 1942 года а в честь какого полководца немецкие захватчики назвали один из своих захватнических планов план барбароса назван в честь короля германии императора священной римской империи фридриха первого барбароса был разработан в 1940 году предусматривал молниеносный разгром основных сил красной армии западнее рек днепр и западная двина а затем выход на линию архангельск волга астрахань войну предполагалось выиграть в течение двух трех месяцев осуществление плана барбароса было сорвано героической борьбой народов ссср а какая битва привела к коренному перелому в войне и подорвала военную мощь германии сталинградская битва это сражение между войсками ссср с одной стороны и войсками нацистской германии румынии италии и венгрии в ходе великой отечественной войны битва была одним из важнейших событий второй мировой войны и наряду со сражением на курской дуге было переломным моментом в ходе военных действий после которых немецкие войска потеряли стратегическую инициативу а когда был подписан первичный акт о безоговорочной капитуляции фашистской германии в 1945 году первичный акт о капитуляции вооруженных сил германии был подписан представителями верховного командования вермахта верховного командования западных союзников и советского союза 7 мая в реймсе но советская сторона настаивала что документ подписанный в реймсе носит характер предварительного протокола союзники согласились провести в берлине вторичное подписание церемония вторичного подписания прошла 8 мая в 22 часа 43 минуты по среднеевропейскому времени что является 9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени фашистские войска в 1941 1942 годах потратили на захват этого города 250 дней а советские войска освободили его в 1944 году за пять дней о каком городе герой речь севастополь был освобожден 9 мая 1944 года ровно за год до окончания войны его освобождение явилась заключительным этапом крымской операции завершившиеся полной блокадой крымской группировки немецких и румынских войск а какому полководцу великой отечественной войны народ присвоил почетное звание маршала победы жуков единственный в стране военачальник четырежды герой советского союза удостоен всех высших орденов в том числе и стран союзников именно под его руководством красная армия разбила непобедимый вермахт под москвой а победным взятием берлина поставила точку в самой великой войне двадцатого века в народе жукова называли маршал победы создатели фильма в шесть часов вечера после войны снятого в 1944 году точно предсказали победный месяц май хотя война длилась еще год как это удалось романтика поэтический фильм в шесть часов вечера после войны режиссера ивана пыль его отображает хронологию войны и веру людей в победу и мирную жизнь героев фильма артиллеристы василия кудряшова и зенит сувару панкову война разлучила на несколько лет но после ее окончания им все же посчастливилось встретиться на давно условленном месте а название фильма и майская сцена после войны в шесть часов вечера заимствованные сцены прощания бравого солдата швейка со старым сапером водичкой в романе ярослава гашика похождения бравого солдата швейка прочитав повесть булата о куджавы будь здоров шкаляр режиссер владимир мотыль предложил автору стать соавтором сценария к новому фильму а каком фильме идет речь в жене женечка и катюша советский цветной художественный фильм трагикомедии снятый на киностудии линфильм в 1967 году режиссером владимиром мотылем действие фильма происходит во время великой отечественной войны фильм повествует о любви интеллигентного юноши гвардии рядового жени колышкина и связистки женечки земляникиной два бойца художественный фильм снятый режиссером леонидом луковым в 1943 году в эвакуации а на какой киностудии снимали этот фильм 2 бойца снят по повести льва славина мои земляки рассказывающий о нерушимой фронтовой дружбе двух советских бойцов в годы великой отечественной войны фильм повествует о напряженных боях на ленинградском фронте в 1941 году в главных ролях снялись марк бернес и борис андреев фильм снят на ташкентской киностудии узбекские кинематографисты с энтузиазмом восприняли решение газ кино о съемках фильма хотя им трудно было в условиях узбекистана воссоздать суровую атмосферу блокадного ленинграда а какой необычный напиток готовит герои фильма хроника пикирующего бомбардировщика из малинового сиропа и антифриза из гидросистемы самолета по сюжету фильма хроника пикирующего бомбардировщика снятого в 1967 году режиссером николаем бирманом младший лейтенант червоненко перед вылетом на боевое задание узнает что освобожден его родной город пинск предприимчивый изобретательный стрелок радист жене соболевский которого играет олег даль готовит ликер шасси экипажи самолетов отмечают приготовленным ликером освобождение пинска один из главных героев фильма в бой идут одни старики молодой летчик знакомит с этой песней свою эскадрилью и тут же получает соответствующее прозвище какое прозвище получил молодой летчик в 1973 году на экраны страны вышел замечательный фильм в бой идут одни старики режиссера леонида быкова фразы из фильма разошлись на цитаты а песни стала народной актер сергей подгорный сыграл в фильме роль молодого летчика виктора щедронова которого все прозвали после знакомства с песней смуглянка после великой отечественной войны в ковров был направлен михаил тимофеевич калашников для разработки будущего автомата а к-47 на тот момент в каком он был звание во время великой отечественной войны михаил тимофеевич калашников был командиром танков званий старшего сержанта в этом же звании он и прибыл в город ковров в 1994 году ему присвоили воинское звание генерал-майор а в 1999 году генерал-лейтенант а как звали легендарного коня светло-серой масти на котором григорий константинович жуков принимал парад победы в 1945 году сталин дал указание принимать парад победы на коне белой масти которая символизирует победу и славу для жукова выбрали легендарного коня которого звали кумир этот конь также участвовал в параде на красной площади 7 ноября 1941 года а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте по советским достопримечательностям название города в данном коротком ролике отгадайте по советским достопримечательностям КОНЕЦ 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 Напишите свой вариант названия этого города в комментариях. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест. Если вам понравилось, ждем от вас лайки и комментарии с впечатлениями о пройденных вопросах.